Реликвии пророка Мухаммада, мир и мы благословения Всевышнего, в эти дни находятся в селении Хибда Шамильского района. Посетить выставку приезжают тысячи людей с разных уголков не только республики. О том, как местные жители встречали частичку посланника Всевышнего, в следующем сюжете. Реликвии пророка Мухаммада, мир и мы благословения, в предыдущие три дня находились в селе Дылым Казбековского района. Именно отсюда они направились в Шамильский район. По пути следования автоколонну практически в каждом населённом пункте, несмотря на дождь и ветер, живыми коридорами встречали местные жители. На подъезде в селении Хибдая встретили всадники, группа мотоциклистов, которые сопровождали колонну до места прибытия. Тысячи людей вышли на улицу, чтобы встретить благословенные реликвии. Несколько километров дорог, в знак уважения и любви к пророку, мир ему, местные жители расстелили ковры. Представители власти, религиозные и общественные деятели и активисты Шамильского района, все они бережно и с трепетом, заносили реликвии на территорию парка, где в специально подготовленном помещении они будут находиться все дни выставки. Жизнь такой была, наверное, один раз для наших жителей. Это большой и очень счастливый день, что религии и пророк, и сподвижников привезли и наш район сегодня. Очень благодарны всем жителям района, которых встречались в границе района и до самого райцентра. Не так давно наш Боттельский район также встречал эти религии, любимца нашего Всевышнего Аллаха, саляму алей вассалям. И искренне хочу сказать, что это оставляет неизгладимый след в истории района. Люди меняются, район меняется. Возможно, не каждый этого замечает, но барракад, безусловно, посещает район. И от многих бед, уверен, это с помощью Всевышнего нас уберегает. После завершения последних приготовлений на выставку пустили первых посетителей. В выставочном зале представлено 38 реликвий. Это принадлежности посланника Аллаха и его семи из подвижников и праведных предков. Самое почитаемое из них – голос пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Посмотреть реликвию приезжают семьями со всех уголков Дагестана и даже из других регионов. Их объединяет любовь к исламу, пророку и праведным предшественникам. Я думаю, это даст стимул подрастающему поколению следовать его заветам. Для нас это, конечно, история и воспоминания тех событий, которые были в своё время в городе Ястребе. Организаторы постарались создать все условия для комфортного пребывания гостей. Во время ифтары и сухура всех постящихся также угощают горячим питанием. Поток людей посетить реликии пророка Мухаммада не прекращается. Здесь они пробудут до 16-го числа включительно.